Всем доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня я хотел бы осуществить с вами такую замечательную игру, как Wolfenstein. Во всех смыслах, это легендарная игра. Как представитель жанра FPS шутер, игра является самым ярким его представителем, пройдя долгий путь с 1973 года от игры Maze War за авторством Сива Колли, попутно переняв немало от Catacomb 3D, созданного уже самим id Software, и в итоге, став 5 мая 1992 года на платформе DOS первым классическим шутером прослата Диверсанта, ножом и пулеметом, несущего хаос и ужас, стан врага. Со временем, Catacomb 3D, сохранив идею шутера первого лица про мага, развился херетикой Хексом, но, к сожалению, он так и остался в 90-х. Wolfenstein 3D в 19-м апреле 2001 года получил полноценный перезапуск в виде игры Luzon to Castle Wolfenstein. Игра выбрала себе все, что было в достойномерном предшественнике, а это оккультизм и мистика в перемешку с советским хай-теком. И квинтэнсенция этих элементов была настолько идеальна, что практически все игровое сообщество того времени обыдарило игру своим признанием. Хотя, если так припомнить игры, вышедшие в тот период, такие как Alien vs Predator 2, Адан, Клава Баркера, Деус Экс, вышедшие годом ранее, как шутеры от первого лица стали эталонными. Поистине, начало 2000-х было знаменательным для видеоигр, но мы остановимся конкретно на Wolfenstein. В 2009 году силами ровно Сотфар и Activision, а свет вышел слабо распиаренный, но оттого не самый худший в своем роде Wolfenstein, являющийся прямым подложением Redondo Castle и представителем уже четвертого поколения игр в этой вселенной, но уже и без самого Wolfenstein, как архитектурной достопримечательности. Фактически, игра в своей игровой атмосфере развивала все то же, что оригинал, а оккультизм в перемешку с научным прогрессом, представив нам альтернативную реальность, где злые нацисты, пользуясь успехом в оккультизме и инноваторствам в военной промышленности, строили очередные планы по захвату мира. Игра получилась неоднозначной, и фанаты серии окончательно разделились на два лагеря. Те, кто любит Wolfenstein и его концепцию, которая в нем была изначально заложена, и те, кто любит Redondo Castle Wolfenstein, в котором все эти элементы, мистицизм и создание супероружия были объединены настолько качественно, что при всей необычности история про древних бессмертных воинов и клонированных суперсолдат-киборгов, игра выглядела максимально натуральным, в эту историю можно было бы еще легко поверить, как ни странно. Хвала сценаристам. Фанаты с первого лагеря были максимально удовлетворены логичному развитию серии и бережны в отношении к ее концепции. Также к тому, что игра не стала очередным Call of Duty про зомби, а продолжила свое развитие, создав еще более невероятную историю с объединением воединенной технологии и магии древних цивилизаций. А вот любители Nintendo Castle откровенно тосковали по великолепнейшим уровням в катакомбах, суперсолдатам и той максимальной правдоподобности и художественного вымысла, хитро спешшего концепцию в Уфтенштейн 3D и реальную войну тех времен. Но несмотря на это, игра получила какое-никакое признание у очень узкого круга фанатов, а также и у рядового игрока, пусть не добившись коммерческого успеха, но не вкатав лицо дедушки всех шутеров в грязь. А пока фанаты «Возвращение в замок» ждут как минимум ремейка «Вонного», фанатов тайтла совсем недавно обрадовали анонсом новой игры во вселенной «Вуфтенштейн», а именно «Вуфтенштейн Ниода». Конечно, пока судите об игре рано, но уже сейчас познакомишься с трейлером, стало понятно, что игра поддалась в иную крайность, развив еще дальше идею альтернативной истории человечества и нацистского научного прогресса в работостроении. Итак, 60-е годы 20-го века. Если зонный мир был захвачен нацистскими узурпаторами, наука подвала далеко вперед, и работотехника из грез того времени стала ужасной реальностью. Немецкие овчарки обзавелись коллегами из металла, города патрулировали огромные мехи, а любое сопротивление жестоко карается. Ну, как было сказано в трейлере, они бы забыли про одного бравого героя всей серии, а это именно агент Педжи Бласкович. Или Бласкович? Кому как. Какие, собственно, выводы можно из всего этого вынести? Пусть рано, да, но все же становится понятно, что неспроста нам показали тот короткий ролик в конце предыдущей части. Именно Мертвая Голова таки добился определенных успехов в проекте Уберсолдат. Ну, уже без всякого мистицизма, что не факт. И бравые рейцы, наконец, показали низшим расам, где их место. И тот, собственно, фюрер. Вполне логичное продолжение предшественника, где, окончательно потерпев неудачу в оккультизме, Рейх решил не заморачиваться, а показать миру в силу гения военной инженерии. Получается очень интересная картина, которая, безусловно, способна вызвать интерес как и у фанатов, так и у родового игрока. Киберпанк со сфальстикой – это настолько свежая идея, что с большей вероятностью и при хорошей работе отдела по маркетингу финансовый успех просто неизбежен. Учитывая, что игра находится в руках довольно хорошо зарекомендовавшихся по прошлой MachineGames, она же StarBall Studios, автора всеми уважаемых игр, как Хрониклс и Фридик, The Darkness, который, к сожалению, вышел только на консолях, и довольно спорному шутеру Syndicate, у которого есть как и поклонники, так и те, кто не оценил вложенных усилий. Но очевидно, что опыта у судьи хватает, чтобы сделать хороший крепкий шутер от первого лица в стиле Cyberpunk с элементами Adversary Stealth, которого, учитывая, что миром управляет робот со сфальстиком на корпусе, в игре просто не может не быть. Также известно, что игра будет базироваться на игровом движке ETAG-5, ранее использованном в Rage, который будет достаточно переработан, и, надеясь, без технологии Mega Texture, которая создала немало проблем в первой игре на нем, и требовала неприличное большое количество места на жестких дисках, по сути, имея не так уж много контента в ассортименте. И учитывая все имеющиеся факты у нового Финштейна, как и выше названо, Rage будет, в общем, не только игровой движок, но и, возможно, подчеркиваю, будет прослеживаться некая схожесть в игровой механике и геймплее. Что же мы имеем в итоге? Довольно интригующую и интересную идею альтернативной реальности, приправленную по-прежнему не утраченным популярностью киберпанка, а с учетом сеттинга способна показать нам что-то новое. Биржное отношение к концепции первоисточника и общую оригинальность задумки. Неплохой движок, который способен выдать недурную картинку с очень хорошей анимацией персонажей, и, возможно, стрелять по-македонски, что напоминает нам о таком экшене, как и Некровижн, где также можно было нести свет и мир из двух рук, сражаясь с орденами врагов, которых в Нью-Ордор обещают достаточное количество, очень напоминающая численность фауны каждого из залов оригинального Финштейн 3D. Но, как ни крути, самый удачный в плане сюжета и геймплея, да и не только Return to Castle of Fishtain, так и останется промежуточной игрой, в котором баланс между реалиями второй мировой и вымыслом был соблён в идеальных пропорциях, где одно другому не мешало, и вместо того, чтобы сохранить всё на том же уровне, разработчики продолжают экспериментировать, делая всё больше акцента фантастики, тем самым сводя на нет всё то, что полюбилось игрокам в далёком уже 2001 году. Плохо ли это или хорошо, решать, конечно, рано, ибо до конца года ещё далеко, всё ещё можно измениться в лучшую сторону, мы ещё не видели геймплея, а не за герами E3, на которые нас, скорее всего, им побалуют. Остаётся только надеяться, что игра не станет уж слишком сильно упирать на вымысел, и в итоге мы получим вполне гармонично составленную историю альтернативной реальности, где всё происходящее не скатится до трешовости фильма «Железное небо». И немаловажно, чтобы композитором и автором игровой музыки был по-прежнему великий Билл Браун, а композиции уважаемого товарища Джимми Хендрикса останутся только в трейлерах. Хоть что-то святое в игре должно остаться. На этом, думаю, можно затаить дыхание и ждать ещё новостей касаемо проекта. А с вами был Айден Дейман, желаю всего доброго и до свидания. Продолжение следует...